вот смотрю я на этот бокал и думаю как же мне собственно выпить то я сейчас чувствую будет очень сильно горько ну что ж чего не сделаешь ради канала господи я еще не знаю насколько странным этот дубль показался но я его повторять не буду фух всем привет вы на канале лимончелло и это канал про алкогольные напитки и не только сегодня в ролике мы поговорим про ангастуру ангастура это популярный венесуэльский алкогольный напиток это биттер концентрирован состав напитка входят экстракты кожары померанца коренья в горячавке имбиря и дягеля корыхиного дерева мускатного ореха гвоздики кардамона корицы и куча еще чего другого но естественно точный способ приготовления ангастуры держится в секрете а ее крепость составляет около 45 у меня например экземпляр 48 градусов вы будете в шоке но вот это вот бутылочка досталась мне за 250 рублей и это не пали это не какая-то подделка это действительно та самая ангастура она стоила на не полторы тысячи а всего лишь 250 рублей если кто не знал то в океи проходят такие иногда акции как уценка товара и в основном это уценка товара на какие-то продукты которые с подходящим сроком годности типа молочный отдел всегда можно найти что-то по оценке колбасы сырые майонезы даже те же макароны редко но тоже можно найти по оценке но а как же уценить алкоголь ведь алкоголя нет срока а если ты нечаянно повредил упаковку тем более бутылку ты уже не сможешь это продать но есть в океи такая фишка которая позволяет иногда уценить очень хорошо алкоголь допустим данная ангастура досталась мне с 98 процентной скидкой как это работает вот допустим у них есть какой-то ассортимент товара и либо в силу того что поставщик больше не поставляет этот товар либо потому что они сами от него отказались они соответственно выводят данный товар из своего ассортимента и тогда когда осталось вот таких вот маленьких ангастур штучек 5 цена была что-то рублей 500 я тогда смотрела причем они были все всех трех видах это и классическая апельсиновый биттер и вот это какао в общем то изначально если честно то я пропиликала эту акцию потому что когда я вас похватилась и переехала заново в окей то я не нашла там ангастуры вообще немножко расстроилась ушла во своя си и представляете буквально через пару дней звонит мне мой знакомый который как раз таки работает в океи в отделе алкоголя еще бы где бы у меня работал знакомый так вот мне звонит знакомый говорится саш если шикарная просто акция грандиозная скидка минус 98 процентов на ангастуру это какао биттер стоит 250 рублей ты будешь брать и такая да конечно я тут же поехала за ним таким образом мне досталось ангастура за 250 рублей это просто смешные деньги вообще-то это нереально крутая фишка в окей ведь действительно брать товар по оценке из-за срока годности но такое себе потому что иногда можешь наткнуться на очень хорошую цену молока но ему останется всего лишь два дня а что случится с алкоголем да собственно ничего и тогда когда остается последняя позиция не знаю в этом окей во всем городе может быть это была последняя позиция вообще во всей сети они делают действительно очень крутые цены вы обратите внимание на то что стоит там минус 70 процентов минус 80 будет классная цена потому что ну кто бы мог подумать что ангастуру я возьму за 250 рублей да это какао ангастура но тем не менее 250 карли я не могла отказаться не было бы еще здорово если бы мне досталось просто обычная классическая ангастура но мне досталось какао биттер я в принципе не жалею это круто потому что но понятное дело что важно если в коктейль идет классическая то добавить классическую ангастура ну а почему бы не добавить какао например тот же олд-фэшн и посмотреть насколько сильно изменится вкус а изменится ли вообще но на самом деле и для какао вот этого биттера тоже есть свои коктейли он отлично смотрится в каких-нибудь шоколадных либо кофейных например тот же мартини эспрессо вот туда можно кстати его добавить и будет пушка изобретатель биттера доктор зигерт жил со своей семьей в городе ангастура это венесуэла он переехал туда из германии в 1820 году чтобы служить хирургом в армии симона боливара в жарком климате южной америки врач столкнулся с новыми вызовами солдаты часто болели тропической лихорадкой и мучились от расстройства желудка четыре года зигерт экспериментировал с настоями местных трав и наконец-то в 1824 году создал нужный рецепт свою новую настойку он назвал омагра ароматика что-то вроде ароматная настойка которая на английском просто называется биттер биттер был создан в городе ангастура венесуэле который позже переименовался в судат боливар слава о чудодейственных свойствах лекарства быстро распространилась так красно-коричневый биттер начал распространяться по миру примерно в 1830 году доктор зигерт стал производить лечебный напиток в коммерческих целях английские моряки выяснили что биттер помогает против морской болезни и уже в конце 1830 года ангастура экспортировалась великобританию немаловажную роль в популяризации биттера сыграло и распространение коктейлей в одном из первых упоминаний слова коктейль говорится что это стимулирующий напиток состоящий из разного рода крепких напитков сахара воды и горькой настойки зигерт выбрал идеальное время на пороге золотого века коктейлей использование ароматических биттеров ангастура в качестве ключевого ингредиента коктейлей должно было покорить мир благодаря новой моде к 1850 году ангастура достигла берегов сша и стран карибского бассейна в 1875 году сыновьям зигерта карлосу альфредо и луису пришлось покинуть венесуэлу обстановка в стране накалялась и они переодевшись в английских моряков бежали на более спокойный тринидад где восстановили семейное производство когда карлос зигерт скончался формула биттера и фирма перешла по наследству его братьям к 1904 году альфредо зигерт был назначен поставщиком ароматических биттеров ангастура королю пруссии а в 1907 году королю испании альфонсо 13 30 августа 1921 года была основана компания ангастура биттерс лимитед пережившая период войн и конфликтов прески изменения социальной культуры и начало эпохи сухого закона в 1 1955 году компания была назначена производителем ароматических горьких настоек ангастура ее величеству королеве елизавете второй в 1 1992 году компания изменила свое название на просто ангастура лимитед апельсиновые биттер ангастура были запущены во всем мире как первая инновация от компании почти за 200 лет сегодня он считается одним из лучших апельсиновых биттеров на рынке каждый раз когда новичок видит бутылку ангастура он удивляется почему этикетка настолько несуразно больше самой бутылки есть легенда которую поддерживает сама компания производитель и она гласит что двое сыновей доктора зигерта решили разделить обязанности при подготовке к международному конкурсу один отвечал за бутылку а второй за этикетку мессенджеров в их времена еще не было и оперативно связаться с друг другом они не смогли а когда ошибка была обнаружена то времени и исправлять уже не было и на конкурс ангастура поехала с этикеткой оверсайз к сожалению конкурс выиграть не получилось но этикетка привлекла внимание одного из судей который отметил что она может стать отличной особенностью бренда на том и порешили состав биттеров ангастура как говорят известен лишь пяти избранным людям именно их не раскрываются зато известно что они не могут лететь в одном самолете или обедать вместе в одном ресторане дабы в случае несчастного случая рецепт не был утерян вот такая секретность но нам доподлинно известно что ангастура содержит более 50 растительных ингредиентов интересно что коры ангастурового дерева в ее составе нет хотя она входит в рецепты некоторых других биттеров конечно же рецепт биттера немного поменялся со времен доктора зигерта из него как когда-то из кока-колы или другого популярного лекарства 19 века пришлось убрать листья коки которые обладают наркотическим действием на сегодняшний день ангастура выпускается несколькими производителями но основной из них это компания house of ангастура которая зарегистрирована на тринедаде и табаго а мы все прекрасно помним что из этого острова выходят потрясающие ромы и конечно же ангастура выпускает и их биттеры ангастура сегодня выпускаются в трех вариантах это классическая ангастура ароматик биттер ангастура orange биттер апельсиновый биттер с ярким ароматом и вкусом цитрусовых фруктов и специй и ангастура какао биттер это новинка 2020 года какао биттер на основе премиальных какао бобов сорта тринитарио а также в ассортименте есть ликер это последняя новинка от дома ангастура амара ди ангастура у ликера глубокий янтарный цвет аромат корицы темного шоколада и ни с чем не сравнимая горечь ангастуры послевкусие идеально сбалансированная она экзотическая и пышная этот прекрасный ликер можно пить со льдом он прекрасен сам по себе и предлагает восхитительную гармонию в коктейлях а еще помимо биттеров и ликера ангастура выпускает линейку ромов но историю за сколько я купила ангастуру я уже вам рассказывала поэтому вот чек действительно 250 рублей горькая настойка ангастура а если пытаться выдавать ангастуру из бутылки у вас ничего не получится вот будет вот примерно так как у меня потому что у нее очень маленькая пипочка вот это вода дырочка откуда она выливается ну такая вот конструкция бутылки и поэтому для ангастуры придумали специальный но не только для него в принципе вообще придумали такой специальный метод называется dash dash это всплеск то есть несколько капель примерно по 3 миллилитра биттера не могу сказать что у меня получилось идеально просто моего бокала слишком маленькая горлышко но тем не менее процесс пошел быстрее и так после того как мы надышали ангастуры в бокал что мы видим это ликер или биттер насыщенно темно-коричневого цвета аромат у него очень яркий в принципе даже когда вы скрываете бутылку вы его чувствуете это оттенки какао цитрусовых и очень много специй у данного биттера очень богатый очень щедрый вкус с оттенками какао орехов цветочные нюансы которые очень сильно перебиты специями травами и это очень горько действительно это очень горько поэтому лучше по маленьким дэшиком добавлять в коктейль нежели нацедить себе бокал и выпить это вы не сможете это очень противно идеальный роб рой делается в смесительном бокале куда мы засыпаем лед наливаем 15 миллилитров красного вермута 15 миллилитров белого сухого вермута 75 миллилитров виски и желательно чтобы это был шотландец и купажированный а также два сплэша ангастуры все это хорошо перемешиваем и безо льда уже переливаем в красивый бокал для приготовления шотландского олд-фэшна берем rocks кидаем туда два кубика сахара диммерара пару долек лимона и капельку ангастуры и все это хорошо перетираем и толчем дабы лимончик дал сок а сахар растворился затем заполняем рог с льдом и наливаем 50 миллилитров шотландского виски готовим коктейль по рецепту toddy дашеры в бокал наливаем 60 миллилитров темного рова 15 миллилитров ванильного сиропа и два три дэша ангастуры потом все это дело заливается кипятком если честно сегодняшняя подборка коктейлей не для слабонервных но прям вот так чтобы вагу не понравился ни один идеальный робро и наверное действительно идеален по сравнению с другими робро ими которые я пробовала шотландский олд-фэшн не впечатлил лучше бы я выпила просто обычного классического олд-фэшна ну а рецепт тоди дашера честно удивил и что-то там нахимичил уж точно в принципе я думаю вывод очевиден идеальный робро и идеальный коктейль для меня из этих трех честно вот toddy дашер он конечно прикольно поэкспериментировал но он забыл что темный ром он очень сладкий из-за того что в нем да много патоки отдают какой-то карамелью и ванилью зачем же было 15 миллилитров ванильного сиропа то добавлять туда можно было бы ну две-три капли чисто для аромата и все а в шотландском олд-фэшне наверное лучше бы смотрелся апельсин а не лимон но это наверное просто на мой вкус все что сегодня использовала вы видите на своих экранах ну а на этом у меня все не бойтесь дегустировать и пробовать и никогда не пробуйте ангастуру в чистом виде не надо не стоит с вами был канал yellow limoncello всем пока